Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мои любимые! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня решила сделать для вас букбанк. Взяла кусочек хлеба, чтобы не хрустел, чтобы такой был, а то уже вы не хотите, чтобы я без хлеба. Девочка, правой рукой. Моя правая рука. Девчонки, здесь одна ножечка курицы, чуть-чуть картошка и шампиньоны. Очень вкусно, девчонки. Шампиньоны пожарила с картошкой, девочки. И этот, ну это почти на пару сделано, да? И вот кусочек курицы, девочки. Очень вкусно, девчонки. Мне так понравилось, я попробовала. Я сперва курицу замариновала, и это все. А здесь мои огурчики, девчули. Мои огурчики. Я сама не солю, девочки, я покупаю. Бисьмельная рахмана. Девчонки, вы мне говорите, вот когда у тебя будет рассказ, когда у тебя будет рассказ. Вот мой, девчонки, рассказ. Надеюсь, что меня слышно хорошо, кричать не надо, что меня слышно. Девчонки, молодцы, девочки, молодцы. Спасибо вам, девчонки. Какие истории вы мне рассказываете? Я в фильмах такое не видела. Вот одна мне рассказывает, что она вышла замуж. Вы же говорите, что я грустная история рассказывала. Вот сегодня я расскажу историю, которая мне очень понравилась, девочки, очень. Я была просто в шоке. Девушка выходит замуж, девочки, живет с мужем. Двоих детей родила, девочки. Муж. Первые два года, два-три года работал. Деньги приношил. Они на квартире жили. Она сперва со свекрухой жила год, а потом ушла со свекрухой и на квартире жили они с мужем. Муж начал уже там друзей приводить. На работу устроился, на другую. Начал уже голос повышать. Когда со свекрухой жила, более-менее уважение ко мне было. Уже на квартиру мы пошли, очень тяжело было экономично. Детей садик устроила. Детей садик устроила, дети растут. Потом в школу идут. В школу начали ходить. Он начал ей говорить, ты вообще свой рот закрой. Она начала возмущаться. Завтра нам рано вставать, детям в школу надо. А ты сейчас сюда друзей приводишь. Уже вообще девчонке, она мне говорит, уже даже не стеснялся, там уже начинал перед друзьями меня унижать. Рот закрой. Я тебе кушать даю. Я здесь все. Оплачиваю, ты вообще кто такая? Вообще тебя вытащил отсюда. Детей глазом не увидишь. Пугал, говорит, постоянно. Постоянно, говорит, пугал. Потихоньку, говорит, начал деньгами, говорит, меня, говорит, ущемлять. Даже раньше меньше приносить. До мой денег. Хороший телефон, говорит, себе купил. Сейчас, говорит, она мне, Наталья, говорит, телефоны не так дорого, говорит. Но были, говорит, моменты, когда очень дорогие телефоны были. Компьютер, говорит, себе купил. Детям, говорит, учебники надо купить. А он компьютер купил. Начал, говорит, в комнате прятаться. Писать всякие гадости, говорит, там девочкам, говорит. В одноклассниках. Он, говорит, уходил. Я, говорит, соседа звала. Там у меня соседка, говорит, была. У нее сын, говорит, очень хорошо, говорит, понимал в этих вещах. Я ему сказала, посмотри, пожалуйста, да. Что он здесь делает? Когда в переписку, говорит, увидела, говорит, волосы, говорит, прям, говорит, дыбом стали. Короче, я поняла, говорит, что от него, говорит, толку, говорит, мне не будет. Мне, говорит, надо, говорит, поднимать, говорит, самой. Устроилась, говорит, я на работу. В школе уборщица. Если честно, говорит, моим детям, говорит, сына, было, говорит, за меня, говорит, что я там уборщица, говорит, мне, говорит, говорил, говорит, мой старший сын. Мама, почему ты здесь опалы моешь? Мне так стыдно. Дети тоже такие неблагодарные. Я наобъясняла, ради вас, дети мои. Года, говорит, вот так идут. Вот так года идут. Я, говорит, все с ним живу. Копейка не откладывается. То с одной квартиры, то на другую квартиру. Ну, все время поблизости, говорит, там со школой. Ну, так, говорит, я живу. Теперь, говорит, где? Вот эта соседка, который сын, этот, на компьютере, этот, он взрослый мальчик. Он, говорит, за границей, говорит, уехал. Ну, я, говорит, уже не спрашивала, говорит, что. И он, говорит, начал, говорит, матери своей помогает. Деньги отправлять посылки. И она один день проходит и мне говорит. Разницы нету, девочка. Люда скажу, чтобы вот так. Но ее имя не выдавать, да? Людочка, говорит, я такая довольная, говорит. Мой сын, говорит, поехал, говорит, английский язык, говорит. Хотел совершенства знать. На работу, говорит, устроился, говорит, там, говорит, официант там, говорит, и учился. Знаешь, говорит, я такая довольная, говорит, помогает мне туда-сюда. Он, говорит, мне такие вещи рассказывает. Мама, говорит, здесь так хорошо. Хоть работаю, говорит. Он там вообще, не общежитие, вот как одну комнату снимал. Когда чуть-чуть на ноги, говорит, встану, мамочка, я тебя заберу. Она, говорит, внутри у меня все перерывло. Думала, а я, говорит, с ней, говорит, так хорошо. Таких хороших отношений. Я, говорит, ей прям душу открывала. Насколько раз она, я, говорит, детей брала, говорит, к ней, говорит, уходила. Когда он, говорит, был невменяемый. И подумала, если ты уедешь, тогда мне вообще будет тяжело. И она, говорит, мне, говорит, говорит, Людочка, говорит, я, говорит, если даже уеду, никогда тебя не забуду. Я тебе, говорит, гарантию даю. Я подумала, да, это слова. Один день, говорит, меня, говорит, муж, говорит, так, говорит, от Дубаса. подумала, не буду я больше этого терпеть. А потом стала считать на мою зарплату, говорит, не могла потянуть детей, говорит, и квартиру. Иду к свекрухе. Ну, думаю, сейчас меня свекруха поддержит. Иду к свекрухе, говорю, вот так с ней не могу. Вообще борзеть начал. И она, говорит, мне говорит, пока с тобой жить не стал, он не пил, он себя хорошо вел. Что ты там интересно делаешь? Что ты там интересно делаешь? Почему ты, говорит, на работу устроилась? Почему как нормальная жена, говорит, дома не сидишь, за детьми не следишь, за ним не следишь? Поэтому, говорит, он, говорит, наверное, и злится на тебя. Тем не менее, говорит, эта женщина, моя соседка, говорит, соблазнен и уехала. И мне говорит, девочки, все-таки мир не без хороших людей. И мне говорит, я, говорит, уезжаю, на квартиру сдавать не хочу. Вот тебе ключи от моей квартиры. Если ты видишь, что тебе так плохо, бери детей. Ой, звонок, девочки. Подождите минутку. Сестренка, сейчас я видео делаю, потом тебе позвоню, сейчас закончу, хорошо? Ну, давай, давай, давай. Это моя родная сестра звонит ко мне. Вот, говорит, живи, говорит, у меня. Плати, говорит, за электричество, за вот эти коммунальные услуги, и живи, говорит, у меня. Я, говорит, пришла, долго не думаю. Вот она, говорит, вчера, уехала, сразу на следующий день, говорит, собрала вещи, собрала детей, и переехала, говорит, к ней. сперва муж говорил вернешься быстро потом говорит увидела увидела что не возвращаюсь девчонки тянула она мне дать я тянула как не стало хорошо бы такой воздух свежий ягод почувствовала не проходит неделю-две приходил говорит окна дать мне ломал двери ломал какими только словами не обзывал вернись домой все я ему сказала не вернусь теперь угрожать начал на работу говорит ко мне начал приходить на работу начал ко мне приходить вот это ведро горки же который водой год один раз гордил горит мне прямо так с ног до головы горит ведро отдел говорит перед этими перед теми только настрадала женщина тоже один звонит это соседка у кого она живет как-то что ты не выдержала как плачу вот рассказываю и эта женщина мне говорит моя соседка собери все свои документы по веками наталья годы горит не поверишь горит с таким страхом я подумала я сперва горит боялась как это я поеду с тремя со своими детьми двое двое детей год в школе год учатся как я со школы год вытащили она сказала а что а потом я подумал уже меня коллега и оставит у меня тут уже год если даже слышала до что подъезд дверь открывается на первом этаже я жила у меня год уже горит руки трястись начинали вот настолько где он боялся уже как на пицце горит приходил орал кричал что только не говорил говорит ягод потихоньку потихоньку горит собрала документы заплатила где надо заплатить там же надо об выезде а выезде это фирму не знаю каким путем девочки у нее тоже не спрашивала короче она все документы собирает и подумаю и подумала еду и едет она в месяц мая вот так она гостья приехала туда к этой моей соседки на приехала да как было тесно говорит язык не знала тяжело как было потихоньку потихоньку как язык начала учить она меня на работу устроила быть незаконно устроила на работу убирать какой-то дом вот я убирала дом но сперва говорит как тут они понимают они понимают а эта женщина у которой она дома убирала говорить ей какая-то молодец какая-то трудолюбие она горднем и ночью работала начала деньги зарабатывать думаю квартиру куплю себе когда на родину поеду вдруг меня сегодня завтра депортацию сделает эта женщина мне говорит который я с кем я на кого работаю вижу тебя хорошим человеком почему ты все такая грустная едут и начинаю рассказывать так я тоже замужем гадь была она она развоз сделала все на она короче развелась и вот я замужем была и рассказываю это женщина шоке говорит да я тоже в шоке когда я увидела отношения как муж проходит ее целует как они вместе куда-то ходят я подумала сколько лет я терпела оказывается такие отношения тоже бывает что ли где муж не кричит где муж проходит спокойно говорит как твои дела жили для мега сперва год было очень тяжело год адаптироваться у меня как было муж пройдет все я даже детям гурнал тихо 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 чтоб дети лишний разбит ему не моя через говорит ему все раздражала теперь это 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 женщина у нее сын это женщина взрослая у нее сын тоже где-то там за граница далеко год учился говорит в университете и на ретах приезжал говорит на лето гар приезжал и теперь готовый сын от на лето гарприз это не праздник устраивает проглашает всех своих родственников все и эта женщина ей говорит я понимаю что ты убирай что не могла бы ты прийти вот завтра настолько-то во столько-то там помочь по кухне помочь это я хочу делать это что ты мне помогла она говорит хорошо мы проходит туда намного гостей проходит девчонки вы надо там я знакомлю с каким-то мужчиной вот этот раз он ко мне подходил улыбался но я думал что ну просто вежливая стал быть почаще быть проходить к этой женщине в гости и начала спрашивать за меня как она что она кто это такая а я я как гор думала на это думала у меня уже 30 с чем-то лет кому я нужна с тремя детьми у меня же вот такое говорит в голове на же готов так говорит думают мы же готов так думаем женщины что уже все я уже старая уже никому не нужно я уже взрослая у меня трое детей стал горзом на горит он ухаживает и моя это женщина на кого я работаю она мне говорит слушай не теряйся ничего здесь страшного он тебя в кино приглашать пойди это же не обязательно а я боюсь а потом его чего я боюсь здесь нету горит ничего такого чтобы он тебя прямо заставил что-то будет просто как друзья стали как мы с ним выходить я в кино год первый раз пошла в жизни для своей я разки но год никогда не ходила пошла как я в кино с ним мы стали дать попозже как выходить на улицу я вас а вот и выхожу он приходит меня встречает не поверишь на тарик окунулась горит другой мир он горит мне руку начал давать коляка спускаюсь по лестницам но для меня был это шок один день приходит на коленке становится имеет кольцо год одевает я как начала плакать зачем ты мне это делаешь она его спрашиваю он горит я хочу чтобы ты горит законная горит моя невеста была к детям горит к моим горит начал хорошо относиться горит приходил гость подарками детям горит ну не всегда горит но приходил я не хотела горит детей горит показывать ну вот видите как мой язык научились начали говорить в школу год ходить там огонь не помог с документами и он ей говорит давай распишемся вот наталья говорит оказывается горит не все-таки счастье на земле ягод настолько счастлива наталья ты понимаешь как прохожу домой и не трясусь что сейчас мой муж придет няга за него замуж вышла как мы расписали до свадьбу не играли ничего не делали ляга первые два-три года как никому думать уже ведь не говорила своим горит не говорила что так замуж выхожу все молчала у него год квартира есть ну этого мужчины квартира есть мы дачу купили я вас им на дачу езжу он мне ни разу не сказал оставь работу не оставь работу ягод начал его спрашивать а ты не против чтобы я работала и он не говорит а какой я имею право быть против яга смотрю в твои видео и когда ты говоришь я личность я человек я я я другой человек я тоже человек ягод начинаю вспоминать я госпоминаю тебя горит почему говорит потому что будет такое ощущение что за мою жизнь рассказываешь это на многих моментах себя вижу в твоих рассказах вот решила тебе рассказать я хочу тебе сказать что есть говорит все-таки говорит хорошие горит тоже горит момент играет ты знаешь год мой муж горит первый который отец горит детей до сих пор горит не по нами для это после меня гостока женщин домой привел говорит не стом горит не уладилась я не знаю что вот он отец горит моих детей говорит но все равно туда дать ехать не хочу я ведь была в россии на я ездила в россию дому свой город не ездила не хочу мы со своим мужем быть и там побывали здесь а думаю мужик так нравится россия потому что он готовит он там не жил это не знает как тяжести как тяжело горит вода спор работала наград вот этот нехватка металла все нормально хожу на дачу убираю кушать готовлю но горит мне везде помогает я горит цветы горит сажает он со мной сажает ягод я ему говорю о сегодня там но и детей имя не буду говорить сегодня год мои дети уже взрослые у моего старшего горит мальчика уже есть девушка тоже отсюда вагарит хочу тебе сказать что я счастлива и девчонки я вот так иногда вот так сижу и думаю я думаю как я рада как я рада что наши женщины и она не с моего города девочки но она там поблизости ни за что горит я готов своего горит этого мужа второго не поменяю ворот не на кого говорит ягод вышла горит замуж горит за него год сперва год подумала мне год моя соседка от девчонки за соседку ягод сперва испугалась, подумала, о, как это? Моя соседка мне говорит, ты что, дура, что ли? Выходи за него замуж, документы сделаешь, говорит, никто отсюда тебя вытащить не сможет, никому ничего не говори. До сих пор, говорит, меня поддерживает. Вот я, говорит, ей безумно благодарна, мы до сих пор дружим, говорит. Моя соседка так и замуж не вышла, живет, ей сын, говорит, квартиру купил. Сын, говорит, хороший, говорит, импрессия, говорит, работает. Так что, говорит, в гости тебя, говорит, приглашаю, говорит, приезжай ко мне в гости, говорит. Я ее на видеокамере видела, ну, видео это делал, ее муж со мной здоровался. Так он интересно мне сказал, здравствуйте. Вообще такой смешной. Вот так, девочки. Так что, девчули, вы не думайте не потому, что он за границей или что. Девчонки, надо за свое счастье бороться. Вот так, понимаете, девчонки. Так что, это не только, вот это, знаете, в фильмах бывает или еще что-то. Вот она мне говорит, говорит, она сейчас с ним где-то лет 20 живет, вот так где-то приблизительно, с ним уже 20 лет где-то живет. Она говорит, я вот сейчас взрослая, говорит, и вот я, говорит, жалею. Зачем я его терпела? Вот почему, говорит, я его терпела? Вот я, говорит, понять этого, говорит, вот сейчас, говорит, только начинаю понимать. Почему, говорит, не пошла на 2-3 работы, говорит. Работать надо было, говорит. Надо не слушать, говорит. А я, говорит, боялась, говорит, думаю, кому я нужна? Я уже после того, как замуж ушла, одного ребенка родила Я подумала, что все уже на мне крест стоит Что я уже все опороченная Как будто какая-то грязная Вот это неправильное рассуждение наших женщин Мы всегда должны быть самим себе Так что, девчонки Вот, положительная история тоже Может быть, чуть-чуть не так рассказала Если что, ты меня извини Знаешь, но я так за тебя рада Так что она меня тоже в гости прогоняла Я тоже сказала, приезжай ко мне в гости Когда ты хочешь, она говорит, может, приеду Так что, девчонки Вот что я вам хочу сказать Я вам хочу сказать, девчонки, все равно Как бы мы что бы ни делали Он все знает И вот ты не обманешь И вот ты не обманешь Своему мужу первому Желаю счастья, удачи Но до сих пор и пьет, и гуляет И счастья нет А уже старый А все равно он думает, что Он говорит, ох, на нем, говорит, след к клинам сошелся Так что, почему наши мужчины так думают А наши женщины думают, что они никому не нужны Вот это неправильно Целую вас, девочки Люблю вас, девчонки Очень люблю Сегодня вот такое у меня настроение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!